друзья блин что за невезуха вот такая относительно невезуха вы представляете сейчас записывал стоял видео у елочки записал видео иду такой думаю я посмотрю чего там записал и слышу вот в этом леске кто-то перемещается я думал может какая-то птица там полетела не знаю это может быть смотрю блин что-то бежит по земле думаю собака нет не собака заказалась какой-то там олень или не знаю что такое косуля какая там такая без рогов в общем что-то такое не видно и друзья вы представляете как классно жить в живой природе я вот отошел буквально там поселка ну сколько час я иду зашел в горы прошлый раз зашел видел зайцев никогда в жизни его живого не видят живой природе имею ввиду я тут увидел кого-то оленя у вас вообще что будет дальше какая-то заброшенная избушка здравствуйте какой-то крутой диван блин я как этот как шариков с фото ружьем так впереди где-то заяц должен быть реально покажись заяц пусть люди на тебя посмотрят скрылся вы представляете то есть вот слышно как машины ездят даже их видно здесь вот зайцы бегают а вот повыше олень судя по какашкам оленям я думал я спрадал что-то лошадиные лошадиный навоз думал туристов может возят или еще что-то оказывается что это олени и количество здесь олени просто немерено как и зайцев кругом их следы жизнедеятельности кстати здесь склоны очень интересные не как ступени ступени вот переду сейчас ничего нет ниже растения всяческие опять вот склон снова склон очень интересно раз здесь горах столько зайцев оленей наверняка полно еще других животных а я же зайду здесь кругом дубы а на дубах растут желуди я вот что-то немного побаиваюсь уже не наткнуться ли мне не наткнулся ли я на кабана потому что он-то вряд ли от меня побежит а вот я от него вряд ли убегу идем по видимо засохшему руслу какого-то ручья горного здесь кстати очень много таких всяких засохших ручьев видимо весной зимой по ним бежит вода друзья все я заплутал собирался сегодня дойти до озер который находится в горах но что-то меня блин не туда направили похоже залез я не на ту гору сейчас вот по всяким склонам брожу блин чувствую что сегодня уже не попаду я на озера на эти но хочу сказать одно что заблудиться здесь в горах это совсем не то как заблудиться где-нибудь в лесу потому что в лесу можно заблудиться на совсем а в горах то есть прекрасно понятно что с одной стороны горы с другой море там где море идет дорога где дорога соответственно люди и можно понять если налево идти по дороге значит идешь на восток а мне надо будет идти потом на запад на юго-запад вот я вышел на какую-то опять дорогу иду еще в горы не знаю приведет ли это мне дорога к этим озерам но я решил все равно идти потому что посмотрел время еще мало да и вообще почему-то когда у тебя просто иду получаю большое удовольствие не знаю с чем это связано но не просто иду по улице а вот именно в живой природе где нет шума нет автомобилей ой когда я жил в Питере да вообще всю жизнь я в наушниках передвигался по городу слушал музыку любимую и не замечал шума городского вот когда я жил в Питере так случилось что я перестал слушать музыку в наушниках и понял что вокруг просто очень много шума меня начал раздражать шум от автомобилей я не знаю может быть это какое-то психическое расстройство но это была одна из многих причин почему я решил переехать из Питера сюда в Крым я не мог выносить шум автомобилей просто не мог а вот сейчас я иду в горах дышу воздухом наблюдаю животных зайцев, оленей, птиц всяческих и просто счастлив скажите друзья это нормально или не нормально куда я иду что меня ведет а вот и озеро это какое-то не то озеро какое-то маленькое во-первых во-вторых как-то слишком близко оно к людям должно быть еще второе где-то дальше сейчас осмотримся и пойдем ко второму берега искусственные то есть это видимо дело рук человека здрасте 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 мне подскажете где-то же должно быть еще какое-то озеро или нет это единственное нет, но есть а вы откуда пришли? я с Рыбачиво Рыбачиво? а вы можете где-то по дороге через Виноградники и там еще одно есть уже по дороге по дороге туда да получается вы ходите на дорогу на струду и увидите Виноградники через них там одна дорога только будет не промажите вы туда выходите там вообще спасибо да, это какое-то не то озеро какое-то маленькое с вершины от той горы как-то все было более интересно оказывается какой-то ручной водоем блин идея, что то озеро куда я сейчас иду будет настоящим горным желательно без людей кстати, друзья что еще радует Крыму это то, что по ночам здесь похладно относительно температуры дневной комаров потому что вот что на Урале что в Питере если на улице днем жарко это значит днем душа и полно комаров здесь же такого нет здесь темнеет рано то есть уже в 9 часов вечера уже темно и прям спишь ночью и укрываешься представляете какой замечательный климат летом хорошо ой ночью хорошо днем хорошо всегда хорошо извините запахался просто солнце жарит вот одно самое оно сомер друзья ну вот я и у горного озера сейчас попробую искупнуться возможно попью водичку эту уж больно но она мне понравилась когда я был на плато в прошлый раз кстати оттуда вид значительно лучше потому что не видно что это искусственный водоем оттуда казалось что это какое-то чудесное сказочное возможно горное озеро